Книга «Открытым оком», тема «Обращение ко Христу», 4 том, вопрос 1217. Господь исполнил и отменил весь закон Моисеев и установил свой закон благодати. Можно ли сказать, что Он отменил и 10 заповедей, а заповедь о субботе лишь отдаленно прообразовала наше празднование воскресенья? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Господь отменил обрядовую сторону закона и возвысил его во всех 10 заповедях. Если до этого при исполнении закона требования были как к малолетнему ребенку, то отныне этот закон исполняется с требованиями, с разъяснениями для взрослого с позицией Нового Завета. Галатам 3, глава 24 стих. «Итак, закон был для нас, где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Римлянам 7, глава 12 по 14 стихи. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели добро сделалось более смертоносным?» «Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я, плотян, продам греху». Суббота не отдаленно указывала на воскресенье, а буквально и четко, когда понятие о грехе было расшифровано апостолом Павлом и открыто, что самое страшное рабство – это служение греху, а не в домашних работах и освобождении от этих трудов. От работы греху только во Христе, воскресенье из мертвых. Ясно, что истинное субботство исполнилось в воскресенье Иисуса. Римлянам, 6 глава, 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашему». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 34 стих. Иисус отвечал им «Истинно, истинно говорю, «Всякий, делающий грех, есть раб греха». Римлянам, 6 глава, 18, 20, 22 стихи. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности, ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 35-36 стихи. «Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если Исмин освободит вас, то истинно свободны будете». Слово «суббота» означает покой, отдых. Земля, которая не использовалась, была заброшена. Отдыхала о ней, говорилось, что она субботствует. Вторая книга Парлипоменон, 36 глава, 21 стих. «Доколи, во исполнение Слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. Это же поминание покоя на длительное время, а не на один день, не суббота, а субботство. Апостол Павел применяет и по отношению к душе, которая не работает к греху. Апостол Павел, фарисей из фарисеев, ревностнейший иудей, говоря о народе иудейском, о его истории во все века, когда у них был закон, дает объяснение закона, как бы на одной своей личности. Римлянам, 7 глава, 9 по 11 стихи. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер». И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Галатам, 3 глава, 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвы, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе». Христос взял на себя грехи всего мира, то есть каждого из нас. И теперь человек не только знаком с законом десятисловия, что можно, а что нельзя делать, но он получает и силу Духа Святого, чтобы исполнить этот закон во всей его полноте. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Римлянам, 8 глава, 12 стих. «Итак, братья, мы не должны, мы не нужники плоти, чтобы жить по плоти». Евреям, 4 глава, 9 стих. «Посему для народа Божия еще остается субботство. Это субботство и есть жизнь во Христе, свобода от рабства греху, труд в Духе Святом, в любви Божьей».